приветствую вас друзья перед началом видео небольшое вступление в котором хочу сообщить вам о том что последующее видео у меня записано было в принципе уже очень очень давно и лежала в архивах но по определенным причинам у меня не было возможности его выпустить и оформить так как в принципе в том формате в котором вы привыкли все это смотреть почему небольшой анонс потому что я увидела очень много ваших комментариев по предыдущими видео где вы мне всех уши прожужжали по поводу зеленого кристалла по поводу а 5 концовки и так далее там подобного друзья я понимаю что вы все это делали из хороших побуждений я так надеюсь но тем не менее это уже никак не могло повлиять на заснятый ролик который последует за вот этим моим вступлением потому что он был снят уже очень очень давно уже скажем так наверное дня 4 или уже дней 5 назад ну а потому что получилось 100 получилось как говорится и давайте посмотрим приятного всем просмотра и еще раз огромное спасибо тем кто помогал и всем кто меня поддерживает привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и это у нас с вами снова игра за лангинг игра тоска и чем мы занимаемся с нашим теньком наш тенек медленно но верно топает из залов вечности потому что он там отсиживался и отсиживается всегда пока я выхожу из игры почему я это делаю да потому что время бежит и эта игра действительно живет своей жизнью даже когда мы в нее не заходим а время мне здесь важно почему да потому что друзья для самых внимательных вы видите сколько у меня сейчас там наверху время стоит мне все-таки удалось большими трудами отмотать время назад на 35 дней сколько у меня это заняло реального времени я вам скажу где-то наверное часов 12 а может быть и 13 и это было непросто потому что это не просто как говорится оставляешь на автомате к сожалению автоматизировать процесс обратного обратной отмотки времени практически невозможно я так думаю что особенно с последним обновлением автор сделал все чтобы это было невозможно сделать потому что постоянно надо подходить к очагу надо заряжать туда синий огонь потом быстро идти к трубе играть потом опять возвращаться к очагу и так далее то есть никакая механическая вещь этого не сделает более того в игре иногда происходит сбои то есть она как бы сказать подвисает очевидно это происходит во время сохранения вот и поэтому даже если вы поставили автоклик то он не работает я заверяю вас я пробовала потому что мне очень не хотелось сидеть несколько суток и дудеть на трубе но автоклик не работает потому что он сбивается и происходит совершенно обратная картина он начинает наоборот прибавлять время если вам интересно я покажу вам сейчас вот мы дойдем до дома я покажу как это принципе происходит у нас есть до начала дня рождения еще два часа и 20 минут и естественно я за это все это время не буду сидеть сейчас в игре и тем более записывать потому что в принципе у меня очень много было записанного материала более того я даже начала записывать вот эту обратную отмотку времени но когда я поняла что это будет как я говорю более 12 часов реального времени я поняла что наверное это никому не надо и просто имейте ввиду если вы хотите отмотать время обратно это очень очень долго и стоит очень много вашего личного времени кроме всего прочего вопрос о том отмотать время обратно на 400 дней отпал сам по себе потому что ну не знаю этому надо посвятить наверно пол своей жизни от столько времени и такого желания у меня нету кроме того автор игры сам заверил в переписки о том что вообще сам процесс отмотки времени был сделан для того чтобы можно было вернуться именно на момент своего дня рождения и не более того то есть если вы что-то пропустили вы отмотали буквально там по трассе скажем так 10-15 минут время назад и идете дальше вот такие вот дела и кстати по поводу ваши комментарии друзья огромное спасибо что вы пишете огромное спасибо что смотрите и мне очень интересно ваши комментарии где вы напишите о своих впечатлениях и я сейчас говорю о комментарии который говорил что он видит вот здесь фигуру рыцаря я тоже вижу здесь фигуру рыцаря более того вот его голова свисают волосы мне кажется что вот это торс и это как мне кажется бедро куда входит тенек а руки у него где-то там поднята над головой но может быть это все наше воображение а вот она реальность вот она наша реальность друзья и как видите здесь время у меня у быстро на на максимум вот у нас с вами два кристаль чека и дело в том почему я сюда как говорится почему я задалась целью отмотать время обратно друзья потому что я видел этот зеленый кристалл в момент когда я вот наш тенек только отпраздновал свой день рождения я возвращалась тоже со во времени возвращалась в день рождения и пошла просто как говорится к этому озеру за дуб задумав уловить этот момент когда уходит вода точно так же как мы с вами делали с дедом который умер там наверху но все случилось так быстро что я просто не успела включить запись потому что чтобы включить запись надо к этому подготовиться а там просто сделала как говорится пошло на считанные секунды вот поэтому я думаю что сейчас у нас все получится сейчас у нас получится и поймать этот кристалл и притащить его сюда и как видите вот они играют наши прекрасные кристальчики вот они тут уже здесь у меня желтенький спрятан здесь розовый такая вот у нас неоновая подсветка нашего армагеддона че как вы его назвали совершенно правильно я запрятала подальше как мне кажется он здесь ну как-то совершенно неуместен у нас довольно веселая комната у нас свой интерьер еще надо сделать с ковриков побольше и он сюда просто он не вписывается в нашу жизнь так вот по поводу того как долго разводить костер вот смотрите я показываю специально для вас разводим голубой огонь да вот время а вместо того чтобы отбавляться пошло и вот она проходка сюда причем ведь тоже не просто так автокликом не делается вот мы берем трубу но иногда сюда падает камешек угля и тогда это тоже не получается взять трубу он берет уголь и вся программа сбивается так ну и давайте посчитаем сколько вам может надудеть за это время пока горит огонь прибавляет по 10 минут каждая такая музыка если вы ее верно поймаете все огонь догорел но есть еще несколько секундочек когда можно поиграть вот это примерно это уже все и быстренько побежали насколько может бежать синек опять разводить синий огонь ну и вот засекайте до этого сейчас подняли только один час времени снова разводим огонь и идем играть на трубе и так бесконечно ну так вот как бы чтобы 35 дней надудеть поверьте мне это я даже не засекала время потому что в какой-то момент мне стало уже худо просто уже естественно нет ни за один раз а за несколько раз это сделала так ну и так далее сейчас я не буду мучить ваши уши и не буду мучить уши свои потому что принципе этот костер он тоже довольно громко горит кроме того вот эта коварная мелодия когда вы ее сочиняете где-то здесь проходит границы вот этих здесь идет первая нота где-то в этой области 2 в этой области 3 и здесь где-то в этой области 4 так вот области 2 и 3 иногда смещается и опять же на автомате она иногда переключается переключается сбивается ритм и вы начинаете вместо того чтобы время прибавлять опять начинаете его активно отбавлять а это нам всем совершенно не нужно но по крайней мере мне не нужно было тот момент что еще хотела сказать вот эти вот проходки тоже достаточно трудно сделать автоматизированными я просто вам говорю может быть у вас получится написать программу автоматизации уменьшение или прибавления времени но у меня не получилось так же здесь иногда тоже падает уголек и вместо того чтобы развести огонь он берет уголь потом разводит огонь и так далее и тому подобное опять же развести огонь и надо попасть очень четко сюда ошибил ошибся на миллиметр развел обычный огонь и не дай бог развел вонючий огонь тогда вообще все все пропало и так давайте посмотрим прежде чем отправляться в наш замечательный бассейн посмотрим что у нас написано в наших мыслях так день рождения наступила да потому что мы мотали время туда обратно свой день рождения чуть-чуть справлял уже много раз поэтому он наступил так во сне другое место он видел все остальное тоже но и по поводу всех частей пещеры друзья все части пещеры это все таки как ни крути зал и вечности их надо пройти все и тогда я думаю что вот это вот все части пещеры у нас здесь вычеркнуться и глупец который хочет достичь края вечности тоже все остальное у нас в принципе сделано и даже из того дополнительного материала который был загружен в эту игру мы с вами посетили все двери а вернее это не все двери это была одна единственная дверь помещение которое перемещалось во всей пещере и появлялась то здесь то там именно поэтому дверь сначала была закрыта а потом появлялась нам в открытом виде потому что мы ее уже открыли она только перемещалась по всей этой пещере мы свое отсидели мы унесли картину мы унесли кристаллы и наверное хватит трепаться идемте к водопаду единственное что мне не хотелось бы сейчас сидеть там реальные два часа и поэтому что мы сделаем мы это наше время которое мы так с трудом себе отматывали обратно теперь снова ускорим кроме того интересный факт друзья бог которые вы собрали и если вы время возвращается он перестает расти то есть вот я сейчас буквально перед тем как с вами встретиться я ходила наверх ну в надежде собрать еще мха у меня в принципе здесь довольно много ковров внизу тому тенька разложен целая куча этих ковров так вот при отмотке времени обратно надо ждать опять же несколько часов нормального времени нормального времени когда она идет обратно с ума можно сойти со всеми этими временными условностями так вот имеете просто иметь ввиду если вдруг если вдруг вы соберетесь отправитесь за мхом после того как отмотали время назад его там нету но не было по крайней мере у меня может быть я просто попала в ту точку когда я его же собирала кроме того если вы выдрали гриб и отматываете время назад то естественно гриб не растет вот видите у меня тут много ковров и по идее мой тенек не собирается так покидать эту пещерку я думаю что я ее оставлю вот в таком вот виде и буду и дальше здесь жить пока все вот этим хом здесь не застилю более того кстати этот ковер можно даже вот сюда как видите на грибы класть его можно класть на лестнице его даже в ванну можно положить поэтому это будет наверное интересно если сделать всю пещеру себе услуну вот этим хом так вот этих вот грибочков этих вот грибочков может не быть если вы их сорвали и стали мотать время назад они не растут они растут только когда время идет вот так как она сейчас по убыванию так ну что ж но мы отправляемся все таки сейчас мы себе время немножко прибавим и отправимся в водопады друзья я не буду вас больше задерживать мы с вами увидимся уже у тех самых водопадов и так друзья вот мы вот мы вот мы на том самом массу и в принципе у меня был большой соблазн между прочим собрать вот этот вот мог при давай чтобы не сделать из него мягенький коврик но дело в том что если мы его возьмем то придется опять ждать две недели даже с ускорением времени это все равно долго пока он вырастет а мы к этому не готовы тут по-прежнему есть водопады и друзья секундочку сейчас будет шумно так почему я это сделала почему я включила потому что как мне кажется что вообще здесь от музыки действительно многое зависит от музыки от звука и прежде всего конечно от места и времени от того что и как здесь происходит так вот как мне кажется музыка в принципе здесь не изменилось но она стала более рваная что ли какая-то очень немножечко немножечко она изменилась не сама мелодия а именно ее звучание либо мне это кажется но тем не менее я уже столько раз здесь было что начинаю по большому счету улавливать всякие маленькие нюансы вот видите это о чем я вам говорю тот самый мог который не растет когда мы отмотали обратно время теперь должно какое-то количество времени пройти чтоб он здесь вырос так ну что ж пока что у нас здесь все нормально и вот в чем заключается как говорится суть всей этой хитрости я в принципе я еще не ловил этот зеленый кристалл поэтому у меня это может и не получится и дай бог что у меня опять игра кстати почему мне не получилось второй раз ее отмотать опять же чуть-чуть обратно на просто потому что у меня игра сломалась я даже кто следит за стимом тот видели в стиме мои скриншоты это было как раз 1 апреля это была плохая шутка я не могла зайти в игру она у меня сломалась я ее смесла с компьютера заинсталлировала по новой и у меня естественно это время все ушло пока я занималась тем чтобы она запускалась но такое бывает просто там с масштабированием были неполадки непорядки опять же огромное спасибо разработчику который мне тут же ответил тут же написал про все это самое прислал как это дело поправить и вообще ребята молодцы которые реагируют очень быстро вообще на вопросы именно по поводу неполадок в игре и так далее ну а как говорится светские беседы я могу вполне понять их что ввести они так принципе переписываются так более-менее плюс-минус и разговаривают о своей игре что опять же удивительно потому что при таком массовом потребление этой игры не нашла другого слова друзья а на самом деле еще удивительно что они вообще кому-то отвечают на таких говорится не деловые вопросы вопросы не по существу фух так здесь очень шумно так вот когда я прошлый раз была и смотрела что будет так вот что я видела я видела что отсюда кристальчик вылетает становится сюда и ничего не происходит пока ты не уйдешь с этой локации но она и понятно то что с локацией декорация сменилась то есть игра перезагрузилась это механика игры тут как говорится с этим ничего не поделаешь но кристалл был анимированный то есть единственный шанс его схватить это стоять где-то здесь стоять у нас осталось еще пару минут я наверное сразу займу позицию чтобы его здесь уловить так вот теперь конечно я умнее теперь у меня уже есть сохранка вот когда наш синёчек сидел в залах вечности и я надеюсь что она сработает если что если вдруг что-то у нас тут пойдет не так а сейчас давайте-ка заготовимся и друзья я сейчас звук не буду выключать не звук не музыку более того числе чему луку мы с вами немножко помолчим если это будет очень долго я подрежу видео но в принципе вот так вот я надеюсь что мы не захлебнемся здесь посидим и попробуем уловить этот кристалл а музыка я включаю а с вами мы увидимся через пару секунд для вас да Музыка заорала еще громче, друзья. О-о-о-о-о-ой! Опа! А вот это неожиданно. А что взять? Подожди, что взять? Какой прекрасный подарок ко дню рождения короля. Слушайте, полная тишина. А вот это вообще неожиданно. Кусок лапис-лазури. Ха-ха, друзья, смотрите, оказывается, оказывается. Тут можно еще набирать лапис-лазурь. Вот это было неожиданно. Уголь, ладно. А это что? Тут какие-то прямо полезные ископаемые у нас. Еще седьмая лапис, ляпис-лазурь. Так. Смотрите, либо это с последним патчем исправлено было, потому что локация действительно не перезагружалась. Восьмая ляпис-лазурь. Так, слушайте, мы сейчас с вами поставим, знаете, какой эксперимент? Давай, где еще была? Еще должно быть. Еще мало, намало. Зачем нам столько? Потому что она, в принципе, нескончаемая, это лазурь. Девятая. Ну, смотрите, я нажала кнопочку «Взять». Я так думаю, что это зеленый кристалл, потому что что еще могло быть? Или это все-таки мы взяли лапис-лазурь? В общем, скажем так, просто лазурь. Пятьдесятая. Да, наверное, нет. Странно. Больше нету, я больше не вижу. Ах, правильно, у нас и было. У нас была одна, которую мы нашли в пещерах, а здесь мы нашли еще четыре. Все правильно. То есть и сейчас мы нашли четыре лазури, соответственно, у нас девять. Так, и я так очень надеюсь, что мы прихватили кристалл, хотя я, честно говоря, ожидала, что он взлетит. И музыка орала очень громко. Друзья, ничем не могу помочь. Музыка здесь по-прежнему не регулируется. Вот и все. Теперь здесь тишина, жизнь ушла. И нам с вами пора возвращаться в свою пещеру. Давайте мы так и сделаем и увидимся с вами уже там, на месте. Итак, вот она, наша пещерка. Что же, что же нас там ждет? Я очень надеюсь, друзья, что там есть этот кристальчик. Так, ну-ка. Да, вот он, вот он, тот самый зеленый кристалл. Это здорово. Так, ну-ка, и мелодию мы играем. Так, только не голову. Но меня интересует больше другое, друзья. Дело в том, что я пока шла сейчас обратно, вспоминала, а вы обратили внимание, что сказал наш Тенек, когда он забрал этот кристалл? Он сказал подарок ко дню рождения короля. Да, поскольку сегодня день рождения Тенька, так Тенек, мы себя считаем коровлем. И еще, что мне интересно, смотрите, пока у нас далеко не убежало время, я хочу попробовать сделать следующее. А что, если мы сейчас опять отмотаем на начало дня рождения? Так, давай-ка мы заберем во избежание недоразумения. Я даже не знаю, куда его поставить. Давайте поставим так, чтобы он... Не знаю, вот сюда, с этой стороны занавески он будет отсвечивать нам тут зелененьким. Так вот, попробуем отмотать еще раз время обратно. Кстати, заодно посмотрим, сколько у нас действительно той самой лазури. И еще раз сходить туда. Может быть, нам еще раз удастся достать зеленый кристалл, лазурь. И мы здесь все просто обвесим зелеными кристаллами. Ведь я так понимаю, это событие будет повторяться. Но в любом случае... А, да, смотрите, да, действительно, у нас 9 лазури. Вот так вот. В принципе, осталось немного. Нам совсем немножечко подузить. И у нас будет опять 35-й день. И вот мне интересно, а зеленый кристалл тогда отсюда исчезнет? В общем, вопросов много. Ответ может быть один. Пробую. Так, 50. День рождения. Кристалл еще здесь. И какое-то время нам надо, чтобы туда дойти. Так, наверное, все хватит. Да. Ну вот. Все на месте. Кристалл на месте. Мы на месте. Сколько у нас той самой лазури? Давайте посмотрим. По идее, должно быть столько же. Она, в принципе, не должна исчезать. Да, все равно 9. Все равно все в порядке. Так что, что ж, отправляемся. О, время бежит быстро. Надо успеть за 15 минут туда дойти, друзья. И посмотрим, насколько, сколько раз мы можем справлять наше день рождения. И сколько зеленых кристаллов мы сможем оттуда вытащить из водопада. Это довольно забавно. Так, 7 минут. За 7 минут мы... 6. По идее, должны успеть дойти, друзья. Я все равно это буду делать, естественно, не на запись, поскольку все это долго. Так, ты пока сюда иди, пока я найду в нашем списке, куда нам идти. Вот сюда. И это фотография, фотография, это была сделана, когда еще там не было мха. Жалко, что не стоит, не стоят даты, когда она была сделана. В общем, это было сделано в самом-самом начале нашего прохождения. И если уж говорить о странных фигурах, которые здесь есть... Друзья, вы меня часто спрашивали там по поводу двери в той зале, которая выходит непосредственно к башне. Так вот, все вот эти вот такие интересные штуки, которые здесь нарисованы, я так думаю, что в основном это больше фэнтезийные вещи. Вот здесь тоже можно подумать, что это профиль какого-то длинноносого родственника Тинька, да еще и с бородой, да? Вот закрытый глаз, вот висит нос, вот борода, и тут вся такая борода. Я не знаю, насколько разработчики делали это действительно так, ибо это наша фантазия. У кого-то она есть, а кто-то даже не видит пингвинов на башне. Мы с вами, друзья, увидимся через пару секунд. Так, друзья мои, я боюсь, что мы не успеем. Время у нас очень мало. У нас просто секунды, буквально, да. До того, как мы дойдем. Приподнились, мы приподнились с тобой, Тинек. Мы уже бежим изо всех ног. Прыгай. Прыгай. Скорее, прыгай. Нет, просто интересно, как у нас тут сейчас дела обстоят. Да мне так кажется, что нет, озеро не сухое. У нас осталось 30 секунд. Скорее, беги, Тинек, беги. Я должна успеть. Должна успеть. И, в принципе, как видите, все нормально. Пока что все нормально. А вот будет ли зеленый кристалл? И будет ли у нас второй зеленый кристалл, если мы возьмем этот? Это мне интересно. Нет. Нет. Ничего не происходит. Зеленого кристалла нету. Ой, нет, что-то есть. Ляпез-лазурь. Но кристалла не было. Вы сами видели. Но есть лазурь. В больших количествах. Так, ладно. Это было интересно. Но было бы, конечно, странно, если бы такой подарок. Более того, наш Тинек ничего не сказал, что у него наступил день рождения. Зато лазурь у нас с вами. Так, ну все, все четыре мы собрали, а вот этот кусочек угля, который сюда, оказывается, падает. На все раз я музыку выключила. Вообще, друзья, конечно, я, когда для себя играю, я играю с музыкой. Так, уголь тоже пропал. Ну ладно, идемте домой. Но я музыку выключаю здесь. Почему? Потому что мне прилетают авторские права на YouTube. и как бы можно, конечно, слушать здесь. Можно и нужно играть с этой музыкой, потому что это интересно, как она меняется из помещения в помещение и как она меняется со временем наблюдать за этим. Но, к сожалению, я ее не могу включать на YouTube, потому что, ну, за исключением каких-то, может быть, там, шорохов, но даже колокольный звон, который тут присутствует, мне тоже предъявляет авторские права обладателей этой музыки. Поэтому мы не будем собирать мох, а увидимся с вами в каморке тенька. Так, ну вот, наш король храпит по-прежнему, чтоб ему не храпеть, почему бы нет. И да, у нас ничего без изменений. У меня есть еще один вопросик. Так, тенек. У меня есть еще один вопросик. А что, если нам не стоять под тем водопадом? Давайте уж проверим все версии. А если мы придем туда и не будем входить в это озеро и посмотрим просто со стороны, будет ли у нас... О, 13 ляпистров на зоре. Мы богачи, мы просто богачи. Так вот, мы с вами разведем еще раз голубой огонь. Еще раз перемотаем время на начало дня рождения. сходим и уже не будем пытаться поймать зеленый кристалл, то есть не будем стоять прямо, прямиком под водопадом, а попробуем посмотреть со стороны, будет ли он там или нет. Ну вот, 15 минут нам вполне должно хватить. Отправляемся. И, естественно, друзья, я это буду делать за кадром. Так, пока время у нас прибавляется, но как только мы выходим сюда, оно опять начинает отбавляться, и это, в принципе, и неудивительно. Оно так и работает. Так вот, придем туда и посмотрим. Хотя, в принципе, я более чем уверена, что зеленого кристалла там уже не будет, то есть он имеется только один раз, и не важно, как мы мотаем с вами время, вперед-назад, есть такие вещи, которые даже возвращением в прошлое невозможно изменить. Кстати, очень интересная заметочка для этой игры, но, тем не менее, увидимся с вами уже в водопадах. Ну вот, друзья, на сей раз не торопясь, успели мы дойти, и тенечек, только не садись, пожалуйста. Время вроде у нас еще есть, давайте, я единственное, что сделаю, наверное, друзья, сейчас я музыку включу, я просто хочу поймать этот момент, она действительно усиливается, или как происходит, так что посмотрим, что произойдет. Ждем-с, ждем-с, ждем-с. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нашего тенька душевная травма после того, как в одной из своих прошлых жизней он спрыгнул с утеса. Так, ну а лазурь мы собираем, и в принципе, это забавно, потому что, по большому счету, нам такое количество лазуря не нужно, но, если, как говорится, она есть, почему бы ее не собрать, мы так долго за ней охотились, в конце концов. Вот. Так что, все понятно, все понятно. Единственное, что не было этого, того, что локация перезагружается сама по себе, по истечении каких-то там, не знаю, 10 секунд. Вот. Ну что ж, все понятно, тогда идемте домой, и будем разбираться с тем, что мы добыли, потому что самый быстрый из вас уже, я сейчас, к сожалению, не помню, может быть, я когда буду монтировать это видео, я напишу, что кто-то из вас мне осторожненько намекнул, и спасибо вам большое за то, что вы не рассказываете мне больше о том, что зеленый кристалл нужен, 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 что будет что-то с ним связанное. А сейчас мы с вами и посмотрим, что там будет связанное, и кое-какие догадки, у меня уже есть по этому поводу, поскольку я довольно долго и внимательно рассматривала те картины, которые у нас есть. Более того, то самое обновление, которое вот вышло с дверьми недавно, я не знаю, когда это видео у меня выйдет, но тем не менее. Так вот, оно тоже предусматривало еще кое-какие загадки, сказал нам разработчик этой игры, не знаю, насколько нам или вам, я уже не помню, потому что мы, в принципе, неоднократно переписывались, но он сказал, что кроме как бы явных, будут еще и неявные дополнения. Так что, я думаю, что наверняка, наверняка это с этими кристаллами и связано, потому что желтый кристалл стал нам доступен только после этого обновления. так что давайте дуем домой и посмотрим, что же мы там сможем сделать. Так, ну что ж, пещера, милая пещера. И что меня интересует, синечек, меня интересуют сейчас наши листочки, наши странички, наши зарисовки. и так. Ну, во-первых, с этой дверью нам уже все ясно. Да, дверь мы с вами нашли. Теперь мне вот интересно вот эти вот дела, потому что чаша, кстати, она не первый раз здесь попадается. По-моему, где-то были еще какие-то рисунки, где была чаша. золото, мрамор, ну, просто пасхальные яйца, как говорится. Где-то, вот, вот еще чаша, да, вот еще чаша. С чашей у нас до сих пор ничего не связано. У нас есть новое солнце. Эхс и эх, это было в книге. Рапсовое семя. Возможно, это тоже что-то из книг. Цюльпан, намек на дерьмовочку или еще что-то. Вот, победа, сомнения, поражение. Я все грешила на того аиста, что его придушить. Но, друзья, честно вам скажу, в перерывах между дудением я ходила наверх и аиста я там, честно говоря, больше не видела. Более того, я совершенно не понимаю, каким образом и чем ему можно отрезать голову. Чаша, возможно, видите, золото здесь нарисовано так же, как у нас в этой сокровищнице. насколько я знаю, я, говорится, смотрела, как другие люди проходили именно этот момент со скрытием сокровищницы. Не важно, в каком месте ты ее бьешь, ты бьешь только одну дырочку. И нет, к сожалению, не получается обрушить целиком стекло, потому что если ты стукнул в одном месте и сломал кирку, соответственно, даже если ты отходишь и пробуешь в другом месте, то получается все равно в том месте, где ты первый раз стукнул, там и происходит все действие. Так что не знаю, что это значит. Книги у нас тоже две, чаши у нас две. Может быть, это что-то такое. Вот смотрите, с аистом тоже была непонятка, пока автор этой игры не добавил дополнение, которое, в принципе, не так давно и вышло. Может быть, это были какие-то задумки, но которые не были реализованы с выходом игры. Может быть, они еще добавятся. Так же, как вот эти, вот дорога, кораблик и так далее. Ну вот, теперь с этим водопадом все, в принципе, более-менее понятно. Так вот, это по поводу аиста. Ну и больше зов, чудо. Вот чудо тоже, оно до сих пор висит у меня над камином. Тенек. Вот она над камином. И что мы с вами только не пробовали. Жгли серу, жгли что угодно. Но сейчас вот я смотрю на нее и смотрите, у нас есть три кристалла, да. Что как-то надо. Вы мне уже подсказали, что их надо как-то ставить, куда-то ставить и что-то будет. Цвета радуги нам здесь сделать не получится, потому что они, в принципе, разные. на этой картинке у нас есть желтая, есть синяя, если я правильно понимаю, может быть, это зеленая и розовая. Они все абсолютно одинаковые, кристальчики. Единственное, вот когда мы их берем, они меняют свою позицию, да. так, а давайте послушаем, как они звучат. Странно. Так, что еще можно сделать? Соединить их. Так, подожди, соединить не получится, надо, чтобы они в одну сторону смотрели. Так, у нас получился желтый цвет. Э, опять не так. Я сейчас слышу эту игру, мне кажется, что-то как-то по-другому, что что-то меняется. Так, а может быть их надо в печке поджечь, смотрите, сейчас только желтый, как будто бы, и свет от него только желтый. Ну, давайте попробуем зеленый поставить. Чудо! Точно! Слушайте, я была права, это картина чудо, и вот это так, а что с этим можно туда можно войти, это можно взять. Тенечек, подожди, отойди, отойди от этого чуда, но меня пугает. Чудо! Тени, туда, это чудо. Нет, подожди, это я, не ходи туда! Это я могу взять ковер, ковер тут совершенно ни к чему, давайте мы его положим. А нет, я могу взять это чудо. Я могу его вытащить, присесть и почитать, оползеть. Нет, не ходи, подожди. Да блин, теперь эта картина цепляется. Давайте-ка я это чудо вот сюда поставлю. Вот где у нас картина чудо и здесь это чудо будет. А картинку я повешу на место. А музыка? У нас нету никакой музыки. Так, ладно, давайте подойдем поближе. почитать. тенек, ну-ка, а что у тебя в твоих записях? У тебя есть там, что я не смогу, по поводу чуда? Ах, нет, ничего лучше, чем бросить кости в кресло. Зачем нам чудо? ты теперь все видел, нет? Нет, 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 у нас еще осталась наша пещера, и у меня, в принципе, есть, было полезно записывать свои мысли. У меня есть идея действительно походить по этим залам вечности. Здесь играет такая же музыка, друзья, она, по крайней мере, так же звучит, как-то самая вечность. Так, а если мы просто мимо пройдем, мы можем мимо нас? А, что, что, что было? Ну-ка, подожди. Зайти в дверь. Слушайте, такой же значок, как и стать тьмой. Слушайте, а время, как побежало с этого момента? Так, ну ладно, пошли в эту дверь, чтобы это ни было. Пещера, милая пещера, я в какой-то астрал, наверное выйду. Я могу закончить свою тоску здесь и сейчас. А, закончить игру вы больше не сможете играть. Сюм. То есть, мы улетаем в небеса, мы летим. Это рай для страдающих. Как это? Я вижу свет в конце туннеля. О, друзья, я даже не знаю. Ну это вообще фантастика. Ну это, это да, это я понимаю, что бы это было сделано с дополнением. Как жалко. Как жалко, что я пока не хочу бежать из этого места. Ай, ладно, идемте в конце концов. И мы пошли в залы вечности. Однажды мне приснилось, что я король. Какой прекрасный был сон. Тоска окончилась, так вот она, настоящая концовка. А читаясь-то, по-моему, не очень нравится, что... Друзья, летим и наслаждаемся. Это просто чудо. КОНЕЦ Я так понимаю, что за эту музыку мне тоже прилетит... Прилетят авторские права. Но на самом деле мне наплевать. Потому что это самый чудесный финал, друзья, из всех, какие я только видела в этой игре. И в принципе я слышала еще на презентации этой игры был разговор о том, что в этой игре пять концовок. Я все время спрашивала себя, где же пятая концовка? Сначала были убраны некие ачивки, которые тоже были запланированы в самом начале выхода этой игры. Потом их убрали. И... Я очень надеюсь, что эта игра будет и дальше дополняться, и какие-то интересности нас ждут еще впереди. А пока что у нас закончилась тоска, и наш стенок летит, я не знаю, куда он летит. Но он, по-моему, счастлив и доволен как никогда. Он стал королем. Королем неба, королем своей жизни. Друзья, давайте на этом мы с вами и закончим. Огромное спасибо всем, кто это видео посмотрел. Спасибо всем, кто со мной был на протяжении всего этого прохождения. Возможно, что мы с вами когда-нибудь увидимся, если будут какие-то дополнения, или в других играх. Заходите, подписывайтесь на моем канале. Есть много других прохождений, которые вам могут понадобиться. Всего вам хорошего и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok